Спасибо большое, профессор Вожницкий, и я хотел бы благодарить также организаторов за того, что пригласили меня. Для меня это уже пятая поездка на эту важную международную конференцию здесь, в Москве. Итак, я постараюсь использовать свое небольшое выделенное время, чтобы представить несколько вопросов. Первое – это ситуация с международной безопасностью, второе – это ситуация в Черноморском регионе, уже сегодня упоминалось это нашими докладчиками. Третий вопрос у меня будет про космос и про соответствующую инфраструктуру. Итак, в словаре «Оксфордском», который был опубликован буквально в прошлом году, и было указано, что самое характерное слово по использованию в данном году было слово «токсичность» или «токсичный». Также мы видим, что очень популярно было слово «доверие», которое утратило свою настоящую сущность, хотя несколько раз было упомянуто то, что… Да, это слово вообще было упомянуто несколько раз в выступлениях уже на нашем сегодняшнем мероприятии. Поэтому я хотел бы призывать всех нас подумать, какое будет слово самым популярным в этом текущем году. Может быть, турбулентность? Год уже начался с большого количества важных и интересных событий. Сейчас мы увидим форуги между великими державами и разрушение возможностей. Это разрушает стабильность и понижает… Кстати, понижение доверия после окончания Холодной войны. Поэтому сейчас уместно говорить о Холодной войне 2.0 или серой зоне. Надо принимать во внимание сдвиг в сторону востока. Что говорил с Мехубани Кишор? Интересно. Он сказал, что Запад, будучи на переднем крае, 200 лет на переднем крае Запада, должен сейчас оставить эту позицию и принять, что он не больше не может доминировать. И некоторые араты уже подчеркивали эту ситуацию. Поэтому, говоря по регионам Черного моря, там ситуация редко упоминается. Это НАТО, действует из страны Шосс, там есть Россия, присутствует в Черном море, а также присутствует НАТО, и три члена НАТО, и мы, и Торке. Мы на переднем, и страны Шосс также там присутствуют, и охватывают территорию от Севера до Черного моря. Если посмотреть на карту, есть между странами Шосс появилось другое соседство странах АТР. Это Россия, Китай, и США, и Канада с другой стороны. И это уже говорится про потенциал на 2020 год. В Брюсселе будут проводиться соответствующие учения, и в феврале будет выпущен доклад Мировой экономический форум, и выпустится соответствующий доклад на эту тему. НАТО граничит с Балтийскими странами, которые должны рассматриваться как точка контакта с западными странами Шосс, Шанхайской организацией сотрудничества. И мы сейчас достигли новой точки диалоги между странами НАТО и Шосс, особенно, что касается защиты критической инфраструктуры, безопасности, энергетики. Есть терроризм, есть преступности, пригодничные. И есть другая реалия. Объявилась ось Каспийского моря и Черное море. Образовалась определенная ось. В отношении ситуации и геопатической положения моей страны, это Черное море. И с одной, это западная часть Европы, и с другой стороны, Россия. И мы поддерживаем, и там США, оказывается, защищает, обеспечивает безопасность, также в Польше и в Румении своим. За счет своего ракетного щита там развернуты войска НАТО. Это Китай, с другой стороны, реализует свою инициативу в Великий Шелковый Путь, и затронуты ей Польша, Румыния, экономика, инфраструктура. И американский президент говорил об инициативе в Балтике, на Черном море, и в других районах Европейского Союза. Что касается космоса, не надо забывать, что мы стоим перед новой ситуацией о вертикальном размере безопасности от космоса до подводных кабелей. И это была область конфронтации десятилетия в космосе между США и Россией. И последние события повышают возможность милитаризации космоса. Есть соответствующая командная структура. Я уже говорил, что Китай, Израиль, Индия, появляются новые игроки в этом клубе. Раньше было только США и СССР, а теперь этот клуб достаточно больше. Там есть ракеты и противоракеты в космосе, ядерные возможности, и, конечно, кибервойна. И в ходе холодной войны вместо этого появилась более опасная ситуация и более опасные средства. Мы учитываем это. И непредсказуемость теперь стала нормой, говоря о текущей ситуации. И дефицит доверия, а также возможность применения тактического и стратегического оружия на разном уровне под водой и из космоса возможность применения. И в этом отношении космос становится критически важной инфраструктурой. Поэтому мы работаем по этому вопросу за последние 14 лет очень успешно. И сейчас это включено в документы. Этот вопрос Европейской комиссии. И мы выпустили книгу «Критическая инфраструктура космос». Это очень важно, потому что подчеркивает взаимозависимость между великими державами, что касается критической инфраструктуры, будь то космос, а текущие развития, текущие могут привести к взаимному экономическому уничтожению, что многие ораторы сегодня уже говорили, особенно в киберпространстве. И нужны экономические сетки, сети поставок, управление кризисами. Всё зависит от этой обстановки. И в этой обстановке необходимо упомянуть классический имидж использованием GPS в различных структурах, в гражданской сфере, а также чувствительность этого в военной сфере. И взаимосвязь ведёт и к уязвимости. И со временем космические средства станут верхним компонентом каждой системы и инфраструктуры. Надо думать о немыслимом, и необходимо отметить о растущей милитаризации космоса. Это новое событие, и инициатива шокового пути тоже актуальна в этом контексте. И необходимо сотрудничать и учитывать вертикальную составляющую нашей безопасности. И в конце, и последняя мысль, поскольку я из Румынии, подвергающийся критике со стороны России в отношении американских объектов нашей территории, мы с озабоченностью следим за возросшим напряжением между НАТО и Россией, а с другой стороны, эволюция Индии, Китая, Ирана в области космоса и ПАЖА, начать процесс переговоров всеми политическими силами и найти постоянные решения для обеспечения безопасности стабильной во всем мире. Большое спасибо.